Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 января и самое время поговорить о предпосевной обработке семян и почвы. Вот в предыдущем видеоролике я вам рассказывала, чем замочить семена. И я говорила, что выбор очень-очень-очень большой. Тут сложно выбрать, очень легко новичкам запутаться. И сейчас, когда я буду говорить о том, как можно повысить плодородие вот этой предпосевной земли в наших лоточках, то есть сделать предпосевное обогащение, повышение плодородия, буду говорить то же самое, что средств очень много. И если вы уже поняли, чем можно замочить семена перед посевом для лучшей всхожести, значит вы поймете, чем можно повысить плодородие земли. Те же самые препараты, и вы должны их хорошо разделять с теми, которые у нас от болезней, и те, которые у нас вот именно повышение плодородия и стимуляция. То есть самое главное, что вы должны понять, что протравливаем мы одними, вот еще раз говорю, фитоспорин, там вот это даже марганцовка входит, а повышаем схожесть и повышаем плодородие земли мы другими. Это две группы совершенно разно работающих вот у нас именно средств, препаратов, и это вы должны знать в первую очередь. И вот сколько каков бы ни был ассортимент в магазине большой, идя мимо витрины, вы должны четко осознавать, какие у нас идут именно, вот написано, микробиологический препарат, каким мы обрабатываем от заболевания, а каким мы обрабатываем для повышения всхожести и для улучшения качества земли. Если вы это поймете, у вас все пойдет как по маслу. Еще раз повторю и буду повторять в каждом видеоролике, что замачивание в растворе стимулирующем и повышение плодородия, это одно, а протравливание это другое. Это две разные процедуры. Если при стимуляции и мы пробуждаем семена, или там повышаем плодородие, ускоряем в нем ростовые процессы, то мы в это время не протравливаем семена, мы не избавляемся от заболеваний, а протравливая семена, мы наоборот инфекцию уничтожаем, предохраняем будущую рассаду. Вот, например, как возьму фитоспорин. Мы вот здесь улучшаем вот этот фон именно бактериальный, будущую рассаду предохраняем от различных заболеваний, но мы в это время не повышаем схожесть, не улучшаем ее жизнеспособность вот этих семян и не улучшаем плодородие земли, если мы это с землю. Вот сейчас мы говорим, буду говорить о земле, потому что я уже говорила, чем мы семена можем замочить, вот для такого, для схожести лучшей. Я называла, что это иепин, энерген, циркон, экопин, эффектон, гумат натрия еще сюда идет, все агриколы, все сухие, вот эти вот. И большинство этих средств, этих же, мы можем использовать для повышения плодородия земли, для восстановления вот этого вот, содержания вот этих там полезных веществ, но отсюда сразу выпадает, убираем. Я вот говорила, где он у нас, про бутон, что его можно использовать при замачивании семян, но для восстановления плодородия грунта мы его обычно не используем, он нам не подходит. Используем мы только те, которые я вот говорила, жидкие, которые для подкормок, то есть на которых написано, что там состав азот, фосфор, калий и гуминовые вещества. Самое главное, чтобы там был, вот гумат, есть, ну не обязательно гумат калия, чтобы были просто гуминовые вот эти вещества. Это самое важное, потому что гумат калия, вот этот, например, его обычно и для обработки семян, для подкормки рассады, но еще он прекрасно будет вам повышать плодородие грунта, если вы введете его туда перед посевами. Как его можно ввести перед посевами в грунт? Очень просто. Делаем раствор так же, как для замачивания семян. И когда землю мы занесли, например, разморозили, она всегда у нас немножко суховатая. И для того, чтобы увлажнить, мы используем просто-напросто не воду, а растворы вот этих вот, любых удобрений, которые содержат вот этот гумус. Гумус это вот то самое, как говорят, что это золотой фонд, это вот те самые удобрения, которые нужны нашей рассаде и нашим различным растениям. Конечно, легче всего удобрить вот такими жидкими, я уже вот в предыдущем показывала. И вы не запоминайте название, главное вы должны понять принцип. Если оно жидкое гуминовое удобрение, если там у вас написано, вот тут даже 12 питательных элементов, если там написано фосфор, калий, тут еще все микроэлементы, все здесь есть, разводите раствор как для подкормки и смачиваете свой грунт, вот который суховатый перед посевной, вот этим раствором. Конечно, все это вот повышение питательного вот этого фона мы делаем после того, если вы будете протравливать, например, грунт обрабатывать там чем-то, вот обработали, кто-то там фитопсосфорином поливает, кто-то другими средствами, кто-то просто, если у вас чистый грунт, взят откуда-то не с огорода, просто достаточно иногда промораживания и потом вот этим питательным. Но знайте, что если у вас грунт бедноватый, потому что мы живем все в разных районах, и мало кто из нас живет в зонах вот с плодородными вот этими почвами, некоторым даже вот как нам, мы даже если за городом берем где-то там в лесу или с полей, она все равно жит, ну такая бедная земля, нет там вот этого жира вот такого, который любит растение, именно вот этих гуматов, гуминовых, гумуса этого мало. И обязательно нужно что-то добавить им, особенно если вы, смотрите, если вы будете высаживать без пикировки перец и баклажан, это значит, они будут расти там очень-очень долго, до самой высадки в грунт. Они будут уже большими, и много потребуется питательных веществ. Это очень важно. Это во-первых. Во-вторых, если вы сейчас сразу удобрите свой грунт, повысите его плодородие, вам потом не нужно будет заниматься подкормками, что-то подливать их, подкармливать. Им вполне хватит, если грунт будет хороший, вот заправлен гуминовыми вот этими удобрениями, то, возможно, посеяв семена, они у вас доживут в одном и том же грунте, до самой высадки, ну, в открытый грунт. Всё, я вот всё, что хотела, я сказала, то есть, если вы сомневаетесь, если у вас такой бедноватый, нежирный грунт, то лучше всего смачивать перед посевами не простой водой, а растворами вот этих удобрений, на которых написано, вот, например, природный эликсир плодородия. Улучшает структуру почвы, повышает плодородие. Но иногда даже этого не написано, просто если оно чёрное, жидкое, если там написано, что содержит все макро-микроэлементы и гуминовые кислоты, значит, это средство идеально подойдёт для смачивания предпосевного грунта, и оно обязательно повысит плодородие вашей земли. Всё, до свидания.